Этим летом в Анапе открылся яхт-клуб. Воспитанники уже прониклись морской романтикой, научились ловить ветер и принимать волевые решения. Марии Петровой всего 12. В парусный спорт ее привела сестра. Мой папа работал в бухте механиков. Он чинил корабли. Мама привела в их клуб Катю. Катя моя старшая сестра. И она начала заниматься этим спортом. Моя мама хотела показать ей вкус к жизни, что жизнь бывает не только за компьютером, за планшетом и за книгами. Это активное занятие. Оно проходит на свежем воздухе. И ты постоянно выходишь на воду, постоянно ждешь этого. Вот именно это чувство, которое происходит на воде, когда ты идешь, оно шикарно. Маша уже готовится перейти на следующий класс яхт. Маленькие анапские яхтсмены перенимают мастерство у чемпионов. Известный спортсмен Ян Чехт помогает воспитанникам расправить парус на яхте. Он считает, что ребятам повезло. У них есть на кого равняться. Подросло уже поколение спортсменов именно в Анапе, которые могут дать какие-то наставления, научить, показать, объяснить молодым ребятам. Потому что когда мы занимались, весь энтузиазм поддерживался моими родителями в первую очередь. Ребятам, конечно, нужно, как бы у них должна быть группа, я считаю, своя. То есть 2-3 лодки, хотя бы 4. То есть как, в принципе, мы начинали. В парусном спорте Анапа всегда была впереди. Несколько лет назад 80% сборной страны составляли исключительно наши спортсмены. Старший тренер сборной Михаил Заболотов уверен, былую славу вернуть под силу. Думаю, за 2-3 года можно наверстать все это дело и как бы двигаться вперед. Юные яхтсмены уже совсем самостоятельные. Умеют вязать морские узлы, спустить судно на воду и отправиться в путь. Но под зорким присмотром наставников. Бесстрашные и целеустремленные. Они мечтают когда-нибудь тоже стать чемпионами. Так что смена растет достойная.